Начать наше заседание. Прошу включить режим регистрации. Покажите, пожалуйста, результат. Кворум имеется. Сегодня мы с вами поздравляем с днём рождения нашего коллеги Сухарева Ивана Константиновича. Давайте ему пожелаем всего самого наилучшего. Ставлю на голосование принять за основу проект «Повестки дня». Прошу включить режим голосования. Прошу показать результат. Проект принимается за основу. Переходим к выступлениям представителей фракции. От фракции КПРФ. Кто выступает? Прошу. Детёгин Вячеслав Николаевич, прошу. Уважаемые коллеги, стоило ценам на нефть хоть чуть-чуть подрасти, как на нас тут же обрушился цунами официального оптимизма. К примеру, в ЦИОМ радостно сообщает, что благосостояние наших граждан взлетело на недосягаемую высоту. Оказывается, население довольно всем. И жильём, и одеждой, а главное – величиной зарплат. Кто-нибудь в это верит? А я верю. У обитателей Рублёвки и других олигархических райских кущ всё действительно в шоколаде и в бриллиантах. Яхты то и дело меняют. Правда, у менее удачливых сограждан, не сумевших строиться в рынок, такой эйфории нет. В России 20 миллионов нищих, а бедных чуть ли не половина населения. Однако наши высоколобые социологи утверждают, что граждан, мол, не волнует рост цен и состояние экономики. Короче говоря, смысл послания в ЦИОМ – жить стало лучше, жить стало веселее. Но эта легендарная фраза товарища Сталина подкреплялась мощнейшим, невиданным в истории ростом экономики. Ежегодно строились тысячи предприятий, осваивались новейшие технологии. Страна превращалась в научно-промышленную сверхдержаву. Современная Россия на всех парах мчится в обратном направлении. Обрабатывающая промышленность падает 15 месяцев подряд. Такого не было с начала 90-х. В 2015 году спад экономики составил 3,7, а за 4 месяца этого года – 1,5%. Тот же в ЦИОМ сообщает, что в мае 2014 года, на пике всеобщего счастья, когда бочка нефти стоила недосягаемые 120 долларов, индекс удовлетворенности жизнью был 72 пункта, а сегодня всего 48. А тут еще несознательные пенсионеры жалуются, что на 8 тысяч рублей в месяц прожить невозможно. Но лидер Единой России господин Медведев бодро заявляет – денег нет, но вы держитесь. А чтобы народ не расслаблялся, господин Медведев недавно подписал решение о повышении тарифов ЖКХ в среднем на 8%. И это при том, что зарплаты заморожены, а индексация пенсии всего 4%. Добавим к этому налог на недвижимость по кадастровой стоимости, проблемы ветхого аварийного жилья, жуткую закредитованность населения и прочие радости. Вот вам механизм ускоренного обнищания населения. Из тельящика интернета трубят, что экономика и население адаптировались к нынешнему состоянию. Адаптировались – это, по-русски говоря, приспособились. Правильно. Позавчера человек жил в своей квартире, вчера у него банк отобрал квартиру за долги, сегодня человек живет на вокзале. Это тоже называется адаптацией. И при этом, несмотря на бравурные марши из Минфина и Минэкономразвития, реального восстановления экономики нет и не предвидится. Заклинания, на которые охочий эконом-министр, не помогают. Ни черная, ни белая магия не срабатывает. Проблема-то рукотворная. Созданы теми же самыми оптимистами-экономистами. К счастью, наш непотопляемый экономический гуру, господин Кудрин, обещает создать гениальную концепцию подъема народного хозяйства. Очевидно, этот труд потянет на Нобелевскую премию по экономике, которую господин Кудрин, как ни странно, еще до сих пор не получил. Правда, возникнет этот гениальный документ не раньше, а в середине следующего года. А до тех пор будем и дальше лететь тартарары. В числе основных проблем России господин Кудрин выделил коррупцию и неэффективность госинститутов. Как будто он сам не стоял у истоков коррумпированной и некомпетентной системы под названием «Кудриномика». По моему определению, Кудриномика – это такая экономическая стратегия, которая противоречит не только национальным интересам, но и здравому смыслу. Но главный враг наших спасителей Отечества из числа экономических светил – инфляция. Кудрин предлагает свой рецепт панацея всех бедствий. Посадить экономику РФ на голодный паек безденежья, ограничив рост ВВП 1% и снизив покупательную способность и без того обнищавшего население. Это и впрямь выведет нас из кризиса, прямиком к полной катастрофе. На самом деле источник инфляции совсем другой – алчность естественных монополий. Но вот на них-то никто ограничивать и не собирается. Вот их-то никто ограничивать и не собирается. А вот то, что предлагает наш гуру, неизбежно ведет к повышению температуры протестных настроений. При этом предохранительные клапаны уже заварены. Я имею в виду кучу репрессивных законов, которые напринимали в этих стенах. Конечно, при желании законы физики можно отменить федеральным законом. Но пока еще по всем природным законам перегрев пара при закрытых клапанах неизбежно заканчивается взрывом. В нашем случае – социальным взрывом. Для успокоения нравов создали Национальную гвардию. Но лечить-то нужно не симптомы, а глубинные причины болезни. Так что для профилактики болезни лучше направлять докторов из Нацгвардии не на площади, где будут собираться недовольные, а туда, где генерируется недовольство. То есть в экономические ведомства. Да там даже лечебными дубинками махать не придется. Люди интеллигентные. Как только ОМОНовский грузовик подкатит к дверям Минфина, сразу все поймут, что нужно менять экономическую стратегию. Тогда и поводов для уличных беспорядков не будет. Между тем, КПРФ не просто критикует провальную деятельность российских звездно-полосатых экономистов, но и предлагает свою совершенно конкретную программу возрождения экономики России. Наши предложения сформулированы в 10 пунктах Орловского международного экономического форума. Эти предложения идут гораздо дальше идей странноватого Столыпинского клуба. Так хочется вспомнить, что Столыпин еще ассоциируется с Столыпинскими галстуками. Каким способом навязывались эти самые Столыпинские реформы. Но нас вызывает удивление прежде всего, что руководство страны рассматривает концепции пикейных жилетов из разнообразных клубов, но не принимает во внимание идеи крупнейшей оппозиционной партии. На всякий случай напоминаю, что именно во времена нахождения этой партии у власти была создана могучая научно-промышленная и сырьевая база, которая до сих пор держит Россию на плаву, несмотря на дикие эксперименты экстремистов и экономистов. Среди этих экспериментов уничтожение отечественной обрабатывающей промышленности, а заодно и промышленного пролетариата, дабы неповадно было устраивать революции. Возьмем, например, локомотивное депо «Сургут» филиала РЖД, где творится откровенный беспредел. Там работников локомотивных бригад переводят на самообучение, как следствие аварии и столкновения поездов. Машинисты, не согласны с падением профессионального уровня, отстраняются от работы. Скоро поезда, как и самолеты, нам будут водить гастарбайтеры. Однако Карл Марс подчеркнул значение не только пролетариата, но и мелкой буржуазии в крупных политических трансформациях. В те времена их давили феодалы. А ныне малый бизнес давят все, кому не лень. Крупные торговые сети влазят в каждый дом, ликвидируя магазины шаговой доступности. Налоги они платят по местной регистрации, как правило, за пределами региона. Товары, по большей части, импортные, во всяком случае, не местные. Так мы никогда не справимся с проблемой долгов региона, которая достигает 2 триллионов рублей. Народ на местах говорит, я имею в виду малый и средний бизнес, те самые предприниматели, о которых у нас так пекутся. Не надо нам бюджетных денег, не мешайте нам работать, не меняйте то и дело ваши законы. Поэтому я вношу законопроект о том, чтобы ограничить присутствие крупных торговых сетей, которые душат малый бизнес, и не только одного бренда, в районе и в регионе 50%. Уважаемые коллеги, мой личный опыт изучения и поддержки повстанческих движений на Юге Африки, подчеркну победоносных повстанческих движений, показывает, что наиболее революционным фактором, поднимающим народ на борьбу, является отнюдь неподпольная организация. Самым революционным фактором на Юге Африки был рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. Долго закручивали гайку, а потом грохнуло. И кто закручивал гайку? Добропорядочные белые парламентарии ЮАР, которые напринимали законы, ведущие к обнищанию десятков миллионов людей. Репрессивная система государства партеида была намного более мощная, нежели то, что сейчас выстраивается в России. Вот где было подлинно полицейское государство. И что? Все равно не удержали. Можно уже сегодня назвать буревестников грядущей революции. Это отнюдь неукротимый Сергей Удальцов, который сейчас добиться в Тамбовской тюрьме. И не зловредный государственный департамент США. Это все тоже добропорядочный Алексей Леонидович Кудрин, который генерирует идеи, способные довольно скоро привести к революции. Так что призываю вас в поисках виновников надвигающейся смуты смотреть не вниз в ряды оппозиции, а вверх, на верхние этажи власти. Вот где, как в далеком 2017 году, прячется истинная причина революции. Спасибо за внимание. От фракции ЛДПР выступает Жириновский. Владимир Вольфович. Есть нормы в любом языке мира. К покойникам со словом товарищ или господин не обращаются. Он потерял любой статус, он просто ушел из жизни. Это называется только фамилию. Поэтому нельзя говорить товарищ Сталин или господин Черчилль. Их нет в живых. Ну кому-то хочется, видимо, чтобы был живой, но есть нормы русского языка. Здесь вспомнили ЮАР. Вы посмотрите на статистику, какой была Южноафриканская республика при белом правительстве. И сейчас. Тогда вы поймете результаты. Надо смотреть на цифры. Полный разгром страны, так сказать. И белый расизм превратился в черный. Поэтому в пример приводить страну, которая, так сказать, является в основном отрицательным примером, мне непонятно. Столыпинский галстук – это миф. Не было никаких Столыпинских галстуков. Когда в Царской Государственной Думе один депутат это произнес, Столыпин вызвал его на дуэль. Депутат принес извинения. Никаких. Это придумал то, что сегодня придумывает Государственный департамент, чтобы расстраивать систему царского государства. Прошло сто лет, вы не можете успокоиться. Вам все еще мешает царь Столыпин, Столыпин, и вы ищете, где бы там где-то зашумели бы, где-то началась бы революция. Столыпин, как министр внутренних дел, жестоко подавил всех, кто выступал против существующего строя. Это была правильная позиция любого министра внутренних дел. Все. И революции не было. Если бы его не убили бы, то не было бы нашего участия в Первой мировой войне и, естественно, всех последующих революций. Поэтому мы поставили памятник Столыпину. Он достойный. Это был лучший премьер-министр за 20-й век. Лучший. Ну вот у нас с вами сегодня прекращение полномочий депутата Пономарева. Мы предлагали закон о ротации, чтобы каждый год, каждая фракция, 20% в пределах 20, заменяла бы депутатский корпус. Этих случаев бы не было. То есть мы сами опускаем авторитет Государственной Думы. Он и так у нас ниже, чем президент, правительство, губернаторы. А зачем? Кто нам мешает своевременно делать, обновлять депутатский корпус? Ведь не все депутаты понимают, что такое работа депутата. Им не хватает знаний, не хватает, может быть, умения, публичности. Они не знали, что это такое. Да, о, депутат, давай я буду депутатом. Но человек ошибся, давайте поможем ему. Как и то, что по статусу депутат не имеет права заниматься бизнесом. Мы одного Гудкова наказали, но вместе с Гудковым надо ещё что наказать было. И сейчас бы у нас не было бы бизнесменов, депутатов. Поэтому фракция ЛДП с удовольствием поддержит прекращение полномочий. Это будет как бы сигналом к похоронам всей партии «Справедливая Россия». Надо, чтобы это было прекращение полномочий деятельности этой партии. В чём причина здесь? Нельзя партию создавать из отходов. Вот из каждой партии выкинули мусор, они-то мусор собрали и думали, вот, теперь у них будет партия. Там же нет ни одного органического. Там из яблока одного с ЛДПР, партия труда, там от коммунистов, ну, родина, пенсионеры, жизнь какая-то. А где? Сама партия. И обманным путём зазывали. Давай, давай к нам, мы будем вторая партия. Вот вторая партия будет на улице 18 сентября. Это вот надо понимать. Хотя в этом зале мы без всякого закона досрочно прекратили полномочия Мавроди. Хватило силы воли у парламента тогда это сделать. А здесь два года гуляет Пономарёв. Вот с трудом, наконец, за 90 дней до окончания срока полномочий парламента мы у них, так сказать, эти полномочия забираем. Забираем. Поэтому никогда не включайте в своих ряды перебежчиков. Все, кто покинул ряды какой-то партии, это плохие люди. Хороших никто не убирает. Убирают тех, кто не соответствует, так сказать, нужным параметрам деятельности. А те, кто собирают, это вот власовцы. Они тоже... Была армия русская освободительная. Из предателей. Собрали. Платят деньги. Давайте пойдём за деньги убивать своих. Сегодня на Украине такие же власовцы. Они были комсомольцы и коммунисты. И все они русские. И спокойненько за деньги убивают, пытают. Вот всё. Как будто бы не было фашистской Германии. Хуже, чем гестапо. В гестапо лучше относились, чем они. Там были лучше условия санитарные. Там никто в подвалах не держал людей. То есть немецкая гестапо, самая мерзкая политическая полиция, условия были лучше, чем то, что делается сегодня на Украине. Поэтому здесь какая причина? Раз навсегда поймите. Нельзя создавать искусственную идеологию. Советская. Хороший Советский Союз. Но идеология на чём стоит? На слове советский. Ну и где это всё? Убрали слово советский и ничего нету. Так нельзя. Как вот справедливая Россия. Из неё же вышли уже партия пенсионеров и партия Родина. Она же распасться. Где они? Три составляющие. Как и Яблоко. Где Болдырев, где Лукин? Только я. Но звучит плохо. Партия я. Что за партия я? Яблотом или как назвать? Явлинцы и прочее. Поэтому наиболее крепкая идеология это национальная. Не националистическая, не российская. Но если бы все понимали, что Россия это наше общее государство, мы русские и другие есть национальность, тогда как можно было бы стравить людей? А когда создаете Украину, вот перестравливают. Русский, не русский, не важно. Это Украина, а это Россия. Я тогда ещё не понял, что за чушь написал Кучма. Украина, не Россия. Вот там инженер-коммунист, Днепропетровский завод, директор был. Ижмаш. Как там назывался? Ижмаш? Южмаш. Юж, у нас Иж, это наша Удмуртия. Южмаш. Лучший завод в мире. Лучшие ракеты. Ну, плевать ему на это. Карманы набить. Да. Мощнейшее. То, чего больше всего боялись американцы. И пожалуйста. Думаю, что значит Украина, не Россия. То есть нельзя навязывать искусственную идеологию. И вообще политическую нельзя. Я согласен, что религиозную не надо навязывать. Это тоже опасно. Не все верят в какие-то религиозные трактаты. Но мы же уже испытались с вами. Мы самая опытная страна. В этом смысле надо взять всё лучшее, что было у, так сказать, царской России, у советской и сегодня. Но мы же не хотим. Акт исторического примирения. ЛДП предложила. Всем на госсовете, здесь. Не хотим помириться. А что же вы хотите? Вот. Хотите своё навязывать. Сейчас коммунист говорит нам, депутат, что надо бы, чтобы к Минфину подъехал бы этот ОМОНовский грузовик. Так уже подъезжал от ЧК. Ко всем домам увозили и расстреливали. Ещё хорошего. Моментально была реакция. Все жили и стучали. Стук. Лифт. На каком этаже остановится? О, проехал мимо. Полстраны боялись. Поэтому, что вы снова нам напоминаете? Подвезти бы к Минфину грузовик с ОМОНовцами и так далее. А Минфин заплатит вашим ОМОНовцам. Они в другое место поедут. Коррумпировали всю страну. А коррупция началась с революционеров. Им платили деньги. Вы знаете, что путиловским рабочим за участие в забастовке платили иностранцы больше, чем зарплатно от русского владельца заводов. Путилов им меньше платил. А иностранцы, чтобы они бросили работу больше. Отсюда коррупция пошла. Коррупция пошла снизу. Подкупили рабочих крестьян. Они стали сжечь поместье и отказываться от работы. И солдаты. Что воевать, когда можно за деньги пойти по винным погребам? Снизу пошла коррупция. Царской России щенков дал. Это вошло в басню. Щенок был там, как коррупция какая-то. Подарок щенок. И то считалось, как это чиновнику боржих щенков подарили. Да. Так что это вот вопрос. Аляска это кусочек. А где вот все остальные республики 14? Не вам говорить про Аляску. Где вот у нас 14 республик? Треть страны. В 17 век вернули страну. В 17 век вы вернули страну. Но 300 лет назад. Вот границы сегодняшней России. Это границы 17 века. Ещё до Петра I. Границы до Петровские. За 300 лет мы потеряли сотни миллионов солдат наших. Всё в крови. Вся земля Европы. Там лежат русские солдаты везде. Везде. А вы отдали. Берите, ребята. Уходите. Да ещё вы пихивали их силой. Казахстан, Средняя Азия не хотят выходить. Так вы их выпихнули силой. Потому что Бурбулиц-коммунист преподавал марксизм-ленинизм в Уральском университете. Всё, что... Все идеи выдвинуты левыми. Все. И вся власть была в руках левых. И сегодня, если посмотреть, мэр Владивостока Пушкарёв, он из семи коммунистов. Как и мэр... Губернатор Сахалина. Как и администрация Коми. Они все из коммунистов. И губернаторы в большинстве своём коммунисты, так сказать, были. Поэтому надо же об этом... Не надо, вот я говорю... Начнём с того, кем они были многие годы. А Единая Россия тоже ваш филиал. Вот вы сидите, мучаясь, не знаете, как... От фракции Единая Россия два выступления. Первый выступает Плегин Владимир Николаевич. Прошу. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые коллеги. Мне представлялось, что сегодня выступления начнутся несколько с другого. Послезавтра мы отмечаем День России. Праздник, который позволяет вновь вспомнить нашу многовековую историю, культуру и традиции. Историческое имя Русь на протяжении столетий было собирательным, а неразделительным для племён и народов, населяющих её обширные территории. Первое упоминание средневековых источников о Руси находится в брентинских аналах 839 года. Помимо многих подробных арабских текстов, описывающих Русь, а также европейских, в первую очередь немецких, латиноязычных, которые зачастую практически неотличимы друг от друга и почти дословно совпадают, существует обширная грекоязычная, византийская литература, описывающая Русь или, как называли греки, росов. Древнейший летописный свод XII века, повесть временных лет, хранит первое упоминание русской земли, датированное 852 годом. Договор 2 сентября 911 года, вдумайтесь, пожалуйста, в эту цифру, подлинность которого не ставится под сомнение, был заключён между Древней Русью и Византией после успешного похода князя Олега, ранее объединившего Новгородскую и Киевские земли и ставшего основателем Древнерусского государства, устанавливал дружественные отношения между Византией и Киевской Русью. Русские князья не только умели защищать свою землю, воевать, но и успешно договариваться о мирных формах взаимного существования. Испокон веков идея единства русской земли отождествлялась с единством исторической памяти её народов, объединяющей силой общности русских земель и осознанием суверенной идентичности. Мы можем вспоминать времена собирания земель в единое государство. Прочитайте, пожалуйста, Данилевского. Конечно, Россия не мала, но большую часть её пространства занял народ путём свободного расселения, а не государственного завоевания. Ничто не препятствовало свободному расселению народа, продолжавшегося практически всё первое тысячелетие его истории. Отсутствие наций, которые надлежало бы разрушать и попирать ногами, чтобы занять их место. Никогда занятие народом, предназначавшегося ему исторического поприща, не стоило меньше крови и слёз. Воздвигнутое им государственное здание не основано на костях попранных народов. Завоевание играло во всём этом самую незначительную роль. Русское государство, несмотря на изнурительные войны, во все времена ассоциировалось у народов с могущественной защитой и покровительством страждущим. Существовавшая самодержавная форма, если упрощать историю, затем сменилась молодой федеративной республикой. Это уже произошло в 20 веке. Эта республика столкнулась практически с возможностью полного распада государства. Но уже в 20-м году был установлен контроль вновь над большей территорией России. Недавние события 90-х годов прошлого века, связанные с расформированием страны мощного Советского Союза, являющегося для большинства находящихся в этом зале отчизной, страной, давшей нам счастливое детство, хорошее образование, воспитавшее нас волю к победе, заставляют нас философски оценить и понять ценность и уникальность исторического опыта российской государственности от ее зарождения на основе объединения славянских племен и варяжских воевод, циклических взлетов и падений имперского могущества до становления новой российской формации в современных условиях многополярного мира, Российской Федерации, России, нашей священной державы. Мы понимаем, что нет ничего ценнее для нашего мудрого многонационального народа, соединенного общей судьбой на своей земле, как гражданский мир и согласие. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что смысл государства определяется статьей второй Конституции России, в которой провозглашается, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина обязанностью государства. С Днем России вас, уважаемые коллеги! И хотел бы сказать, что любые вещи, которые употребляются у нас в этом зале, они не могут и не должны носить разъединяющий характер. А когда мы ссылаемся в том числе на государственных деятелей, то цифры также не должны искажаться. Давайте работать над соединением. Спасибо. Спасибо. Второе выступление. Панков Николай Васильевич, прошу. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые коллеги, сегодня во втором чтении мы будем рассматривать проект закона о внесении изменений об использовании земель сельскохозяйственного назначения. Проблема очень актуальная для сельского хозяйства, и не случайно президент страны Владимир Владимирович Путин, выступая перед федеральным собранием с посланием, поднял эту проблему как одну из основных в агропромышленном комплексе. Партия «Единая Россия», понимая, что этот закон очень объемный, приняла правильный вектор и решила провести большие публичные слушания, посоветовавшись с аграрным сообществом. Были проведены встречи в отраслевых союзах, в департаментах, в министерстве, были проведены круглые столы. Для нас было очень важно выслушать мнение большинства людей по данному законопроекту. Более 300 поправок только ко второму чтению были получены в Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам. Очень актуально эти вопросы рассматривались на аграрном форуме в городе Саратове, где партия «Единая Россия» проводила специально этот большой расширенный форум. На сегодняшний день мы понимаем, что главный вопрос является не изъятие земель сельхозназначения, а вовлечение этих земель в оборот, тех земель, которые более 10-15 лет не использовались. И мы понимаем, что сегодня проблема восполнения земельного фонда одна из главных. Более 115 миллионов гектар земли не находится в обороте по производству сельскохозяйственной продукции. Сразу замечу, для «Единой России» было важно, и в законе-проекте это отрежено, что этот закон не касается земель дачных, земель садоводческих товарищей, поевой земли, он только касается земель сельхозназначения, которые не используются. Мы прописали норму, если собственник не использует эту землю, то она продается на публичных торгах. Причем, замечу, если первые торги не состоялись, то предусмотрим дисконт в начале 20%, и, конечно, при третьих торгах этот дисконт не должен составлять менее 50%. Тем самым мы и отразили позицию тех собственников земли, которые имеют этот земельный надел. Я уверен, что этот законопроект сможет ввести в оборот земли, которые сегодня не используются. И для партии «Единой России» это важно было реализовать, этот механизм как раз введения в оборот земли сельскохозяйственного назначения. Немало важно, что земля будет на торгах рассматриваться по цене как и по кадастру, так и по рыночной цене. Это очень важно. Важно, что в механизме, что в законопроекте учтены и те моменты, если земля имеет большую непригодность для производства сельскохозяйственных работ, заросла лесом, кустарниками, то это тоже отразится на стоимости земли в сторону ее уменьшения. Мы специально усилили норму того, что следующий собственник земли, который приобрел ее на торгах, должен в течение одного года начать ее обрабатывать и использовать лишь только по тому назначению, которое указано, а это для производства сельскохозяйственной продукции. Эти все нормы, они как раз выявлены были партией «Единая Россия» при обсуждении с населениями, с жителями, с аграрным сообществом. И для нас это очень важно. Я призываю всех депутатов Государственной Думы сегодня принять данный законопроект во втором чтении и уверен, что это как раз будет способствовать увеличению продовольственной безопасности нашей страны. Об этом как раз и ставил задачу президент страны Владимир Владимирович Путин. Спасибо. Спасибо. От фракции «Справедливая Россия» выступает Сердюх Михаил Иванович. Прошу. Спасибо, Сергей Владимирович. Доброе утро, уважаемые коллеги. И если верить теории организационно-структурного построения партии, выдвинутой Владимиром Вольфовичем сегодня, то единственная партия, которая шла самостоятельным путем, это «Справедливая Россия». Более того, этот путь, он символизирует принцип образования нашей страны, нашего многонационального государства. Переходя к теме своего выступления, хотел бы отметить, что сегодня Центральный банк будет рассматривать вопрос установления ключевой ставки и с большой долей вероятности убьет очередные надежды российской промышленности. Центробанк занял позицию скупого рыцаря и не желает прибегать, казалось бы, очевидным и долгожданным действием. Может быть, в стране нет денег? Да нет, судя по отчетам счетной палаты, денег у нас больше, чем достаточно. Так, например, остатки средств федерального бюджета в федеральном казначействе на конец 2015 года составили более 9 триллионов рублей при доходах 13,5 и расходах 15,584 миллиарда. Как бы вы охарактеризовали человека, который на остатках в банке хранит 70% годовых своих доходов? Может быть, мы экономим и при этом успешно приумножаем эти активы для своих детей и внуков? Я думаю, немногие здесь могут этим похвастаться в зале. Приведу один пример. Например, управляя активами более 3 триллионов рублей, Внешэкономбанк из года в год отчитывается об отрицательной рентабельности. За прошлый год, коллеги, 87 миллиардов убытков отчитался Внешэкономбанк. Ну, разве это допустимо? И ежегодно он обещает кредитовать экономику, промышленность, экспортные товары. Но, как известно, обещать не значит жениться. И этим обещаниям мы тоже не сильно верим, поскольку такие заявления мы слышим регулярно. И говорить о том, что мы имеем достаточно свежую историю по кредитованию банков, по их декапитализации, которая, собственно говоря, закончилась ничем. И по заявлению той же счетной палаты основная цель декапитализации не была достигнута. Мы дали без малого триллион рублей и фиксируем, что результата нет никакого. Может быть, утечка мозгов привела к такому неэффективному управлению? Ну, судя по точности ракет, выпущенных из акватории Каспийского моря, мы понимаем, что кто-то в нашей стране умеет эффективно управлять. Почему же существующее управление экономикой, банковским сектором такое негативное? Почему тот же веб регулярно генерирует такие сумасшедшие убытки? Может быть, вопрос мотивации? Отнюдь. Просто отсутствуют как таковые критерии эффективности этих вложений. И сами показатели по заверению той же счетной палаты не утверждены во внешней экономбанке. Возникает резонный вопрос. Может быть, стоит создать методику проведения такого аудита эффективности, прежде чем раздавать триллионы средств на плечи переклада будущих поколений? Счетная палата также обращает внимание на отсутствие содержательного контроля со стороны Агентства по страхованию вкладов за отчетность у банков. Вероятно, внимание АСВ сосредоточено совершенно на другом, поскольку не дает покоя огромное количество забот с новым шикарным офисом на Мосфильмовской. Это та высотка, которую мы проезжаем каждый день, направляясь на работу в Думу. Вот вдумайтесь, 4 миллиарда было потрачено на покупку здания, и без малого 2 миллиарда решили потратить на ремонт. Но это разве мыслимо вообще или нет? Для справки скажу, что, спасибо журналистам ведомств, которые раскопали, что отделка одного квадратного метра этого здания была запланирована по цене 112 тысяч рублей. Не 12, а 112 тысяч рублей на севере строят здания социального назначения в 3 раза дешевле от фундамента и до кровли. А здесь только на ремонт решили потратить с так называемыми инженерными сетями. Но любой первоклашка знает, что кабеля и проволока не стоят таких денег, чтобы забить в такую сумасшедшую смету. Как это возможно? Я не понимаю. И почему АСВ для себя считает подобное расточительство допустимым, в голове не укладывается. Как отразилась господдержка банков на реальном секторе? Цифры известны. Индекс промышленного производства составил 96,6, в обрабатывающих секторах 96,4 и так далее. Другие цифры более удручающие. Но ситуация в промышленности сегодня усугубляется другим фактором. За несколько последних месяцев, благодаря спекулятивному росту цен на металлопрокат, только по одной арматуре цена выросла в 2 раза. Только по одной арматуре цена выросла в 2 раза. Это при всем при том, что цена на руду в России снижается. При таких действиях, уважаемые коллеги, все наши потуги по поводу стабилизации экономики, они будут перечеркнуты одномоментно. Считаю, что антимонопольной службе надо обуздать данные факты крохоборов, признать к ответственности, а оборотные штрафы должны напрочь отбить охоту легкой наживы. Сегодня же профильный комитет должен принять по этому поводу протокольное поручение внести и разобраться с сложившейся ситуацией. На что же в реальности пошли бюджетные миллиарды? В ходе проверок выяснилось, что зачастую деньги шли просто на пополнение оборотных средств, на перекредитование, занять до получки, как говорится. И в структуре кредитования пополнение оборотных средств составило, вот услышите, товарищи, одну секундочку, пополнение оборотных средств 87,6%. Мы все деньги отдали просто на поддержание штанов, просто на перекредитование. 4,3%, жалкие, 4,3% пошли на реальный сектор. О каких эффективных мерах можно говорить после этого? Просто диву даешься. В рамках декапитализации банкам досталось 838 миллиардов. Не говоря о господдержке именно банков, мы говорим о финансовой устойчивости некоторых учреждений, таких как госкорпорация ВЭБ, которая, собственно говоря, достигается благодаря размещению на ее депозитах средств пенсионеров, давно утративших всякие иллюзии по поводу справедливой индексации своих пенсий. Суммарный объем прямой поддержки банковского сектора в 2015 году оценивается 1,7 триллиона рублей. Тем не менее, напомню, что 12 банков из числа декапитализированных, 12 банков из тех, которые мы декапитализировали вместе с вами, получили по итогам года убыток 187 миллиардов. Это полное безобразие. Мы куда даем деньги? А каждый день мы видим по новостям историю про очередного жулика-банкира, сбежавшего за границу, который спокойненько себе там пребывает и ничего его не беспокоит. Пора бы ограничить этим господам свободный выезд. Пусть на своей конференции, симпозиуму ездят по согласованию с Центральным банком, у каждого есть там свой куратор, а получается, что если человек должен 10 тысяч рублей, его никуда не выпустят. А этот украл 100 миллиардов, ему красная ковровая дорожка, вип-зал и полетел в Париж, Монако, куда угодно. В завершение еще хотел бы отметить одну цифру из отчета Татьяны Голиковой. Так, в первом квартале текущего года из 19, подчеркиваю, из 19, а всего их было 24 банков, которые мы докапитализировали, снизился капитал. 19 из 24 банков показали снижение капитала. Вопрос, куда ушли деньги? Эти говорящие цифры не нуждаются в комментариях. Весь пар ушел в гудок. В медицине подобные ошибки несовместимы с жизнью пациента. Убежден, что в этом зале нет равнодушных людей. Все депутаты, независимо от партийной принадлежности и вероисповедания, хотят принести пользу стране и людям. В преддверии праздника Дня России я хотел бы пожелать всем вам крепкого здоровья, терпения. О нашей стране, нашей могучей стране, величия и процветания. Нет на планете такой земли, где люди так сильно верили бы в свою державу, в свой успех и в свои перспективы. С наступающим всех праздником! С Днем России! Возвращаемся к обсуждению проекта повестки дня. Есть ли замечания и предложения по проекту повестки? Есть. Прошу записаться. Включите режим записи. Покажите результат. Фургал Сергей Иванович. Фургал, правильно. Просим поменять докладчик об ход 46-му вопросу на Дорофеева. Диденко Алексей Николаевич. Сергей Иванович, просьба. Официальный представитель МИДа, вернее, Министерства энергетики присутствует, Юрий Петрович Синтюрин. Просьба у нас на 11 фиксированная по оборонзаказу. Ратификацию до оборонзаказа рассмотреть, я думаю, 15 минут будет достаточно. Если возможно. Спасибо. Обсудим. Решульский Сергей Николаевич. Спасибо. По просьбе автора просим 58-й вопрос перенести на 15 июня. Иванов Сергей Владимирович. Большое спасибо. Я на прошлой пленарке невнимательно нажал кнопочку, поэтому для стенограммы по проекту федерального закона 107-43-86 я, как и фракция, голосовал против. Принимается. Аксаков Анатолий Геннадьевич. Уважаемый Сергей Владимирович, просьба снять с рассмотрения. 47-й вопрос. Никонов Вячеслав Алексеевич. Комитет просит 40-й вопрос перенести на 21 июня. Блигин Владимир Николаевич. Уважаемый Сергей Владимирович, 63-й вопрос рассмотреть по сокращенной процедуре. Спасибо. Емельянов Михаил Васильевич. Уважаемый Сергей Владимирович, просим 56-й вопрос перенести на более поздний срок. 56. Спасибо. Русских Алексей Юрьевич. Спасибо, Сергей Владимирович. Комитет просит 59-й вопрос рассмотреть по сокращенной процедуре. Спасибо. Сненко Александр Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Просьба 31-й вопрос сегодняшнего порядка работы Государственной Думы, это второе чтение нашего правительственного законопроекта, перенести на 14 июня. И по 46-му вопросу, это первое чтение, просьба заменить докладчика, вместо Каграманяна, Игоря Николаевича, докладывать будет Костинников Дмитрий Вячеславович. И, если я правильно понял, 40-й была просьба перенести? 40-й, Никонов вносил предложение. У меня просьба все-таки пока его оставить в повестке. Он у нас на особом контроле, и когда к нему подойдем, может быть, определиться. Спасибо. Спасибо. Все, у кого были вопросы, предложения, могли высказаться. У нас предложен 46-й вопрос перенести. Соглашаемся? Да. Было предложение депутата Деденко по переносу времени рассмотрения вопроса. Если мы успеем, то будем иметь в виду, но по 46-му замена докладчика принимается. По законопроекту, который депутат Деденко предложил, у нас на 11 часов фиксированное время. Если у нас будет получаться, будем иметь предложение в виду и постараемся учесть. Ну, если будет такая возможность. Депутат Ришульский предложил перенести 58-й вопрос. Нет возражений. Была информация депутата Иванова. Депутат Аксаков предложил перенести 47-й вопрос. Нет возражений. Депутат Никонов предложил перенести 40-й вопрос. Есть особая позиция у полпреда правительства Российской Федерации. Да, прошу включить микрофон депутату Никонова. Спасибо большое. Там недоразумение. Правительство сняло свои возражения против того, чтобы перенести 40-й вопрос. Это действительно так. Да, прошу включить. Да, правительственную вложу. Да, я прошу прощения. Просьба перенести 32-й. Не 31-й, как я попросил. 32-й просьба перенести. А по 40-й? Нет, это тоже ошибка. Тогда я снимаю свои предложения. 40-й вопрос тогда остается переноситься на другое наше пленарное заседание. Да, и по замене докладчика это у нас, соответственно... Мы дойдем до этого. Сейчас мы обсуждаем 40-й вопрос, который мы переносим. Хорошо. Да. Так, переносим или... Переносим, да. 21 июня. 40-й вопрос мы переносим на 21 июня. Есть необходимость ставить это предложение на голосование? Нет. Дальше. Депутат Плигин предложил по 63-му вопросу... По сокращенной процедуре. Депутат Емельянов предложил перенести 56-й вопрос. Нет возражений? Депутат Русский предложил 59-й вопрос по сокращенной процедуре. Да. Александр Юрьевич Синенко предложил 32-й вопрос перенести на другое пленарное заседание. Нет возражений? И по 46-му смена у нас докладчика принимается. Костенко вместо Каграманяна. Уважаемые коллеги, да, прошу включить смену Гарри Владимировича. Прошу. Как коллеги, были предложения по корректировке срока времени рассмотрения двух президентских инициатив. Мы не поддерживаем. У нас представитель президента и по гособоронзаказу. Своевременно прибудет и представитель президента по ратификации международного договора. Поэтому я предлагаю их оставлять, так как они запланированы, и корректировать ничего не нужно. Спасибо, услышали. Мы на совете палаты договорились о фиксированном времени. Именно этого графика и будем придерживаться. Остальные предложения будем рассматривать, если будет такая возможность. Хорошо, коллеги, с учетом тех предложений, которые мы обсудили в проект поиски дня, выносится проект поиски дня для голосования в целом. Прошу включить режим голосования. Покажите результат. Повестка дня принимается в целом. Переходим к рассмотрению вопроса номер 2 нашей повестки дня. Проект постановления Государственной Думы номер 109-36-99-6 об изменениях в составах некоторых комитетов Государственной Думы. Доклад председателя комитета по регламенту организации работы Госдумы Виктора Витальевича Пинского. Прошу включить микрофон с места. Добрый день, уважаемые коллеги. Представляется проект постановления, согласно которому вновь прибывшие депутаты вводятся в следующий состав комитетов. Елена Викторовна Бережная в состав комитета Государственной Думы по общественным объединениям и религиозным организациям. И депутат Галина Григорьевна Немцева в состав комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Просьба поддержать. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Нет. Нет. Желающий выступить? Нет. Тогда выносим проект постановления на час голосования. Переходим к третьему пункту по поездке дня. о проекте постановления Государственной Думы номер 109-5165-6 о внесении изменений в постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о проекте федерального закона номер 106-46-36-6 о внесении изменений в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления и распития алкогольной продукции. Доклад председателя Комитета по экономической политике и инновационному развитию предпринимательства Анатолий Геннадьевич Аксакова. Прошу. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые коллеги, данный проект постановления предложен вам на рассмотрение в целях ускорения принятия законопроекта, создающего благоприятные условия для развития виноградовской и винодельческой отрасли в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Просим сократить 14-дневный срок поправок, направляемых в комитет на трехдневный. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Есть вопросы? Прошу включить режим записи на вопросы. Прошу показать результат. Да, Владимир Николаевич Федоткин, прошу. Анатолий Геннадьевич, вы так очень хорошо сказали, там с двух дней недельного на трехдневный. Но я вот читаю сам проект постановления Думы, и здесь записано в первом пункте заменить слова в 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления словами до 10 июня 2016 года. Но 10 июня сегодня. Как же можем принимать мы документ сегодня, в котором записано, что вчера еще мы должны завершить внесение предложений? Ну это же абсурд. Сегодня принимаем решение по вчерашнему дню. Поясните, пожалуйста. Да, прошу. Анатолий Геннадьевич Аксаков. Ну, время еще есть. Вы можете направить поправку сегодня, и мы обязательно в комитете вашу поправку рассмотрим. Спасибо. Спасибо. Есть желающие выступить? Да, прошу, депутат Федоткин. Анатолий Геннадьевич, я понимаю, что здесь написан какой-то абсурд в чистейшем виде. Если это постановление вступает в силу, то до 10 июня, это не 10 июня, и сегодня вносить поправки ни я, ни вы, ни кто-то другой уже не имеет права. Вы не будете их рассматривать, потому что они датированы будут 10 июня, а в документе написано до 10 июня. Ну нельзя же так работать. Спасибо. Выступление прозвучало. Выносим проект постановления на час голосования. Коллеги, у нас время 10.53, но я вижу, что у нас есть представители для доклада на фиксированное время в 11.00. Тогда предлагаю, наверное, перейти к его рассмотрению, а дальше продолжить нашу работу в принятом формате. Итак, переходим к рассмотрению 17-го вопроса на фиксированное время о проекте федерального закона номер 106.96.39-6 о внесении изменений в федеральный закон о государственном оборонном заказе и статью 7.29.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части уточнения отдельных положений о банковском сопровождении государственных контрактов, прав, обязанностей и ответственности субъектов правоотношений в сфере государственного оборонного заказа. Доклад официального представителя президента Российской Федерации, заместителя министра обороны Российской Федерации Татьяны Викторовны Шевцовой. Прошу. Спасибо. Уважаемые депутаты, с 1 июля 2015 года вступил в силу новая редакция федерального закона о гособоронном заказе. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что введенные нормы федерального закона работают, что позволяет говорить об эффективности заложенных в действующем законодательстве механизмом. Вместе с тем, практическая реализация норм закона, практическая реализация началась с 1 сентября 2015 года, выявила целесообразность корректировки ряда действующих норм. Законопроектом предусматривается предоставление головного исполнителю права на возмещение расходов, связанных с формированием за счет собственных средств, запаса, продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимых для выполнения гособоронзаказа. Редакция данной нормы позволит головным исполнителям погашать кредиты, привлеченные для формирования указанных запасов, до полного исполнения государственного контракта, что исключит предпосылки для увеличения издержек на уплату процентов по кредитам и, как следствие, для роста стоимости продукции. Аналогичным образом предлагается урегулировать вопрос о возмещении исполнителям расходов, связанных с формированием за счет собственных средств запаса продукции, имеющих длительный производственный цикл. Кроме того, законопроектом расширены права головного исполнителя по перечислению прибыли при частичном исполнении государственного контракта, если результатом такого частичного исполнения является принятая государственным заказчиком продукция. Это позволит головному исполнителю списывать прибыль при частичном исполнении государственного контракта не только на поставку товаров, но и выполнение работы и оказание услуг. Законопроект также предусматривает расширение перечня разрешенных в соответствии с режимом использования отдельного счета операций. Это отдельные платежи в бюджетную систему и выплаты, связанные с предоставлением работников установленных выплат трудовым законодательством. Законопроектом устанавливается обязательность заключения контракта хозяйствующих субъектов, занимающих в соответствии с законодательством Российской Федерации доминирующее положение, при условии отсутствия у него обоснованных экономических или технических причин для отказа по заключению контракта. За отказ или уклонение поставщика от заключения указанного контракта предусматривается административная ответственность. Также предлагается законопроектам предоставить доступ в Федеральные антимонопольные службы к информации, содержащей введенной информационной системе гособоронзаказа. Необходимость внесения данных поправок в практике применения иных поправок в практике применения на текущих момент не поддерживается. Предлагаемый к рассмотрению законопроект разработан в целях обеспечения безусловного и качественного выполнения заданий гособоронзаказа, повышения эффективности контроля в этой сфере. Уважаемые депутаты, прошу поддержать законопроект. Спасибо большое. Садоклад члена Комитета по обороне Игоря Львовича Зотова. Прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. В дополнение к сказанному Татьяну Викторовну, Комитет по обороне отмечает, что изменения, предусмотренные законопроектом, направлены на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений в сфере гособоронзаказа, с учетом накопившихся проблемных вопросов, связанных с введением год назад так называемого механизма окрашивания бюджетных денег, выделяемых на выполнение гособоронзаказа. Комитет Государственной Думы по обороне считает, что принятие законопроекта позволит в целом при сохранении режима прозрачности, движении бюджетных средств, повысить эффективность их расходования и оптимизировать процесс взаимодействия заинтересованных сторон между собой. Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены при подготовке законопроекта ко второму чтению. Комитет по обороне данный законопроект поддерживает и рекомендует Государственной Думе принять его в первом чтении. Прочим поддержать. Благодарю за внимание. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Нет. Есть желающие? Есть вопросы? Да, депутат Федоткин, прошу, ваш вопрос. Татьяна Викторовна, вам вопрос. Ну, я бы сказал, что очень наукообразно написан закон. Непонятно немножко окончательно, что же мы получим в итоге. А ситуация в оборонке очень сложная. Скажите, вот все это погашение кредита, все, что вы предлагаете, это хорошо. Но кто будет работать, кто все это будет выполнять? Я приведу по Рязани. У нас очень крупные, очень важные оборонные предприятия. Город Рязань даже был одно время, в советское время даже закрытым. Так вот сейчас на оборонных предприятиях запланировано 10% сокращение рабочих и инженерно-технических работников. Заметьте, не чиновников, а рабочих ИТР. На другом предприятии из-за отсутствия заказов люди получают по 8 тысяч рублей. Может, все-таки правильно начать с того, что сохранить кадры. Это же элита наша на этих предприятиях работает. Если мы сегодня их выгоним, или если из-за такой нищей зарплаты они сами уйдут, кому этот закон будет нужен? Прошу. Согласна, кадры надо сохранять на предприятиях. Но к закону это не имеет отношения. Цель закона – окрасить деньги по гособоронзаказу. Уважаемым депутатам, хочу сказать, что с момента введения в действие закона предотвращено порядка 38 миллиардов предприятиям денежных средств, которые направлялись на средства, не предусмотренные гособоронзаказом. И предотвращено уже нормами закона с 1 сентября, по данным Росмониторинга, мы не наблюдаем направления средств, направленных во вложение в уставные капиталы, на приобретение ценных бумаг, введение в офшоры. По данным Росмониторинга, такой проблематики на сегодняшний день нет. Перед нами ставилась задача сохранить деньги в гособоронзаказе. И мы хотим сказать, что практика применения показывает, что все денежные средства, направленные по контрактам по гособоронзаказу, работают в гособоронзаказе. Спасибо. Есть желающие выступить? Я знаю, что от фракции «Единой России» есть желание депутата Романенко, настаивает он на выступлении. Прошу. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые коллеги, данный законопроект предлагается улучшить действующую с 2015 года межвидостную систему контроля за использованием бюджетных средств в сфере государственного оборонзаказа. Эти изменения являются результатом правоприменительной практики 275-го федерального закона о государственном оборонзаказе. Считаем, что принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности выполнения государственного оборонзаказа и положительно скажется на обеспечение обороноспособности страны в целом. Учитывая изложенное, наша фракция «Единая Россия» поддерживает данный законопроект и рекомендует Государственной Думе принять его в первом чтении. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть желание у представителя и президента правительства высказаться? Нет. Есть желание у докладчика или садокладчика на заключительное слово? Нет. Выносится законопроект на час голосования. Спасибо. Переходим к четвертому пункту повестки дня. Законопроект рассматриваем в третьем чтении. О проекте федерального закона номер 137-67-6 о внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Закладно выступает Владимир Николаевич Плигин. Прошу. Включите микрофон с места. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые коллеги, экспертизы проведены. Просим закон принять в третьем чтении. Спасибо. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые коллеги, экспертизы проведены. Замечаний нет. Рекомендуем принять в третьем чтении данный проект. Спасибо. Спасибо. Переходим к шестому пункту повестки дня. О проекте федерального закона номер 822-516-6 о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Владимир Николаевич Плигин, прошу. Сергей Владимирович, уважаемые коллеги, экспертизы проведены. Замечаний нет. Просим принять представленный законопроект в третьем чтении. Спасибо. Спасибо. Уносится на час голосования. Седьмой пункт повестки дня. О проекте федерального закона номер 981-889-6 о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности за нарушение таможенных правил. Владимир Николаевич Плигин, прошу. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые коллеги, экспертизы проведены. Замечаний нет. Просим принять законопроект в третьем чтении. Спасибо. Уносится на час голосования. Восьмой пункт повестки дня. О проекте федерального закона номер 100-81-32-6 о внесении изменений в статью 23.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Владимир Николаевич Плигин, прошу. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые коллеги, экспертизы также этого законопроекта проведены. Замечаний нет. Просим принять данный законопроект в третьем чтении. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. Девятый вопрос повестки дня. О проекте федерального закона номер 909-843-6 о внесении изменений в кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. Владимир Николаевич Плигин, прошу. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые коллеги, экспертизы проведены. Предлагаем принять данный законопроект в третьем чтении. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. Десятый пункт повестки дня. О проекте федерального закона номер 984-261-6 о внесении изменений в федеральный закон о стратегическом планировании Российской Федерации. Анатолий Геннадьевич Аксаков, прошу. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые коллеги, законопроект прошел все необходимые экспертизы и полностью готов к рассмотрению в третьем чтении. Прошу поддержать. Спасибо. Выносим на час голосования. Хорошо. Записываем. Одиннадцатый пункт повестки дня. О проекте федерального закона номер 598-772-6 о внесении изменений в часть 2-ю Налогового кодекса Российской Федерации. Геннадий Васильевич Кулик, прошу. Закон соответствует тем нормам, которые подготавливаются к третьему чтению. Замечаний нет. Прошу поддержать. Спасибо. Выносим на час голосования. Двенадцатый пункт повестки дня. О проекте федерального закона номер 770-360-6 о внесении изменений в статье 346 и 346, часть 2-й Налогового кодекса Российской Федерации. Геннадий Васильевич Кулик, прошу. Закон подготовлен для принятия в третьем чтении. Прошу поддержать. Выносим на час голосования. Двенадцатый пункт повестки дня. О проекте федерального закона номер 890-397-6 о внесении изменений в статью 55 Городостроительного кодекса Российской Федерации. Мартин Александрович Шакун, прошу. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые коллеги. Законный проект прошел все необходимые экспертизы. Замечаний нет. Комитет рекомендует принять законопроект в третьем чтении. Спасибо. Вносим на час голосования. Переходим к четырнадцатому пункту повестки дня. О проекте федерального закона номер 105-5252-64-6 о внесении изменений в статью 7 федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о содействии развитию жилищного строительства и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Мартин Александрович Шакун, прошу. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые коллеги, законопроект прошел все необходимые экспертизы. Замечаний правового юридико-технического и лингвистического характера нет. Комитет рекомендует принять законопроект в третьем чтении. Спасибо. Вносим на час голосование. Переходим к пятнадцатому пункту повестки дня. О проекте федерального закона номер 105-69-17-6 о внесении изменений в федеральный закон о содействии развитию жилищного строительства и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Мартин Александрович Шакун, прошу. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые коллеги, законопроект прошел все необходимые экспертизы. Замечаний юридико-технического и правового характера нет. Комитет рекомендует принять законопроект в третьем чтении. Спасибо. Выносим на час голосования. Шестнадцатый пункт поездки дня. О проекте федерального закона номер 100-41-86-6 о внесении изменений в федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации и кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Владимир Александрович Крупенников, прошу. Уважаемый Сергей Владимирович, законопроект прошел все необходимые экспертизы. Готов принять в третьем чтении. И чтобы не выступать по мотивам, хочу сказать, что фракция «Единая Россия» также поддерживает этот законопроект, который направлен на предотвращение распространения в сети интернет противоправной информации и распространения недостоверной общественно значимой информации. Спасибо, но это было выступление от комитета. Выносим на час голосование. Переходим к блоку ратификации международных договоров Российской Федерации. Восемнадцатый пункт поездки дня. О проекте федерального закона номер 104-85-52-6. О ратификации протокола обнесения изменений в протокол к соглашению между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года. Доклад официального представителя президента Российской Федерации, стать секретаря, заместителя министра энергетики Российской Федерации Юрия Петровича Синтюрина. Прошу. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые депутаты, сначала несколько слов о соглашении 1998 года, о протоколе к нему, который был подписан в 2002 году. Оба упомянутых документа нацелены на создание благоприятных условий для совместного с казахстанскими партнерами освоения углеводородных ресурсов, геологических структур Курмангазы, Центральное и Месторождение Хвалынское, которые расположены в упомянутой части Каспийского моря. При этом следует отметить, что в отношении структуры Центральное и Месторождение Хвалынское суверенные права на недропользование закреплены за Российской Федерацией. Протокол, о котором сегодня идет речь, был подписан 15 октября 2015 года и временно применяется с 15 ноября того же года. Данным протоколом конкретизируются условия недропользования в отношении структуры Центральное, напомню, суверенные права на недропользование которой закреплены за Российской Федерацией. В частности, протокол предусматривает предоставление правительством Российской Федерации в контексте суверенных прав на недропользование совместному предприятию, это совместное предприятие называется «Нефтегазовая компания Центральная», в которой участвуют Российская Федерация и Республика Казахстан, право пользования недрами на этом участке для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых с применением общего режима налогообложения, без проведения аукциона на срок 25 лет с этапом геологического изучения недр на срок до 7 лет. Дополнительный этап геологического изучения недр сроком до 7 лет позволит получить более точную информацию о запасах углеводородов и в случае заключения соглашения о разделе продукции пропорции раздела прибыльной продукции между государством и компанией будут определены с максимальной выгодой для Российской Федерации. После завершения этапа геологического изучения пользование недрами может продолжаться с применением общего режима налогообложения или на условиях раздела продукции. При этом уплачивается установленный российским законодательством разовый платеж за пользование недрами. Закрепляемый протоколом алгоритм отличается от норм российского законодательства в отношении порядка предоставления прав на недропользование, которые описаны в Федеральном законе о соглашениях о разделе продукции и законе Российской Федерации о недрах, в силу чего протокол подлежит ратификации на основании Федерального закона о международных договорах Российской Федерации. По итогу предлагаемые изменения позволят решить вопрос о проведении дополнительного изучения недр до подписания соглашения о разделе продукции, что в дальнейшем создаст условия для заключения такого соглашения с наибольшей выгодой для Российской Федерации. Кроме того, выдача лицензии совместной компании позволит привлечь к финансированию проекта уполномоченную организацию Республики Казахстан. Протокол не противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе от мая 2014 года и иным международным договорам Российской Федерации. Реализация его положений не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. С учетом изложенного прошу поддержать. Спасибо. Садок Влад первого заместителя представителя комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Казбека Куцуевича Тайсаева. Прошу. Уважаемые председательствующие, уважаемые коллеги, рассматриваемый сегодня документ устанавливает особенности освоения углеводородных ресурсов в месторождении «Центральное». В результате нефтяной компанией «Центральное» будет оформлено право на недропользование сроком на 25 лет с этапом геологического изучения недр сроком до 7 лет. При этом в полной мере учитывается специфика освоения углеводородных ресурсов в северной части Каспийского моря. В частности, предоставляется возможность получения более точной информации о запасах углеводорода. Это позволит осуществлять соответствующую деятельность максимальной выгодой для Российской Федерации. Порядок недропользования, установленный протоколом, позволит привлечь к финансированию геологического изучения недр уполномоченную организацию Республики Казахстан и создаст условия для заключения соглашения о разделе продукции также с наибольшей выгодой для Российской Федерации. Ратификация протокола не только отвечает экономическим интересам Российской Федерации, но и служит укреплению добрососедских отношений между Россией и Казахстаном. Следует также отметить, что вступление в силу протокола не препятствует достижению общего согласия прикаспийских государств по правовому статусу Каспийского моря, при этом исключая вмешательство третьих стран в разработку минеральных ресурсов, недр сопредельных участков для северной части Каспийского моря. Реализация российской стороной данного протокола практически не повлечет за собой дополнительных расходов финансового бюджета и не потребует признания утратившим силу приостановления изменений или принятия иных федеральных и конституционных законов. В Государственной Думе проведена необходимая экспертная работа подборки соответствующих материалов. Имеется положительное заключение правительства Российской Федерации, правового управления парадой Государственной Думы, а также положительные отзывы Комитета Совета Федерации по международным делам и счетной палаты Российской Федерации. Исходя из вышеизложенного, комитет рекомендует Государственной Думе ратифицировать упомянутый протокол. Прошу поддержать. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть вопросы? Есть. Прошу включить запись на вопросы. Николай Сеевич Каломийцев, прошу. Спасибо. Уважаемый Юрий Петрович, ну, безусловно, соглашение надо ратифицировать. Скажите, пожалуйста, вот в какой стадии находится пятисторонний договор стран, в общем-то, Каспийского региона? Потому что там сейчас кто, Азербайджан или Иран не подписывает? Спасибо. Прошу. По пятистороннему соглашению по пользованию донной частью Каспийского моря поверхностными водами эти соглашения пока не подписаны. Идет стадия переговоров. Продолжаются переговоры по этому вопросу. Спасибо. Владимир Николаевич Федоткин, прошу. Юрий Петрович, ну, раз принимается такой законопроект, значит, предварительная разведка проведена. Вы не можете, если это не государственная тайна, сказать, что в каких месторождениях речь идет о нефти, газе и каковы их объемы? И второй момент. Меня совершенно не устраивает ваша фраза о том, что в итоге мы будем использовать месторождения с максимальной пользой для России. Для России это и Чубайс, и Абрамович, и нефтегазовые олигархи, и простой народ. Если посмотреть, как мы газифицируем населенные пункты, нам потребуется 211 лет для газификации России. Нельзя не конкретнее прописать и сказать, все-таки что же в итоге получит народ, не Россия, а именно народ с принятием этого закона, чтобы потом можно было сравнить, для чего мы голосуем. Вот два вопроса, пожалуйста. Спасибо, Владимир Николаевич. У этого месторождения, точнее у этой геологической структуры на участке Центральная, есть несколько особенностей. Первая важная особенность, вы ее правильно подметили, речь идет о нефтегазоконденсатном месторождении, в отличие от той же структуры Хвалынска, о которой я говорил, там месторождение газовое. С учетом того, что в зоне Каспийского моря с газом, с его монетизацией большие сложности, то как раз это месторождение центральное и представляет наибольший интерес в силу особенностей, упомянутых мной нефтегазовую структуру. Это первое. На сегодняшний день это месторождение, там разведка проводилась, нашей компанией Центр Каспнефтегаз, это компания совместная, Лукоил и Газпром, срок действия лицензии в 2009 году истек, и на баланс поставлены запасы по категории С1 плюс С2, их общий объем составляет около 126 миллионов, тонн. Однако, как я уже упомянул, и казахстанские, и российские специалисты, и ученые утверждают, что запасы на этом участке в силу геологического его строения гораздо больше, чем поставленные сегодня на запас. Для того, чтобы в этом убедиться, это подтвердить, необходима дополнительная геологическая разведка. На эти цели и направлен данный протокол. И теперь, что касается пользы, выгоды итогов. Во-первых, в силу упомянутого характера нефтегазовая составляющая, нужно понимать, что это дополнительное усиление возможностей отечественного нефтяного бизнеса. Во-вторых, нужно отметить, что структура эта на сегодняшний день в силу упомянутых обстоятельств прекращения слога действия лицензии не осваивается никак. А мы данным протоколом даем возможность приступить к доразведке и практическому освоению этого месторождения. Это значит новые рабочие места, это значит поступление налогов во все уровни бюджетной системы. В этом и есть максимальная польза от этого месторождения. Ну и самое последнее, тоже об этом следует упомянуть, это разовый платеж, который будет внесен в бюджет Российской Федерации за право пользования недрами. Его величина также весьма значительна. Спасибо. Переходим к выступлениям. Есть желающие выступить? Есть. Прошу включить режим записи на выступление. Покажите список. Олег Владимирович Лебедев, прошу. Уважаемые коллеги, первое, при ратификации международных соглашений я всегда призываю всех коллег задавать вопросы по факту международных соглашений, а не на отвлеченные темы. И второе, ратификация данного положения между Россией и Казахстаном это яркий пример взаимодействия в рамках Евразийско-экономического союза и фракции «Единая Россия» поддерживают ратификацию данного протокола. Спасибо. Спасибо. Есть желание у докладчика, содокладчика сказать? Нет. Спасибо. Выносим на час голосования. Переходим к 19-му пункту пояски дня законопроекта второго чтения. Проект федерального закона номер 968-690-6 о внесении изменений в федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов или расчетов с использованием платежных карт и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Андрей Михайлович Макаров, представитель комитета по бюджету. Спасибо, уважаемые коллеги. Вашему вниманию предлагается закон о применении контрольных кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов. Мы много обсуждали этот закон, когда он рассматривался в первом чтении. Таблица поправок подготовлена. Всего поступило 144 поправки. 23 из них рекомендуется принять, 121 отклонить. Но при этом я бы хотел просто обратить внимание на то, что поступали десятки писем от бизнес-объединений, от предпринимателей. И все эти письма содержали ряд сущностных вопросов, работая над которыми и сосредоточился комитет по бюджету. Поэтому буквально два самых распространенных замечания-предложения. Бизнес-объединение просили, чтобы в законе были детально прописаны все мелочи, в том числе технологические. Как это будет применяться, что это будет, механизм взаимодействия с налоговыми органами. Вот все эти детали. Поэтому я просто сразу говорю, что не надо смотреть на объем, потому что вот что было понятно, вот это и есть этот объем, детально прописанных процедур и всех вопросов, чтобы у любого пользователя этим законом не оставалось вопросов, а главное, что мы не отдаем никаких, даже самых мелких вопросов, на откуп исполнителям. Все прописано в законе. Это был первый вопрос, и может быть самый важный, который ставил перед нами бизнес. Второй вопрос, это выполнение поручения президента, и, безусловно, это тоже очень волновало бизнес, а за чей счет банкет? Грубо говоря, не получится ли так, что важнейший инструмент для того, чтобы сделать прозрачную работу с наличными денежными средствами, по существу оплатит бизнес? И в этой связи мы понимаем, что это не предмет того налога, который мы рассматриваем, поэтому комитет, рассмотрев эти вещи, остановился и предложил механизм решения. Этот механизм решения согласован сегодня и с правительством Российской Федерации, здесь сидит официальный представитель, я надеюсь, он здесь тоже подтвердит это, что мы согласовали этот механизм, который будет состоять из нескольких частей. Первое. Мы представляем возможность налогового вычета тем, кто приобретает контрольно-кассовую технику. Второе. Мы понимаем, что этот вычет уменьшает доходы субъектов Федерации, муниципалитетов, ну, консолидированных бюджетов субъектов Федерации, и поэтому в законе о бюджете, в трехлетнем бюджете, потому что эта тема у нас возникает только с 2018 года, но подумать об этом надо уже сейчас и в трехлетнем бюджете. Эти средства, как компенсирующие регионам выпадающие вот эти доходы, должны быть заложены, то есть при рассмотрении бюджета мы должны это решить. И третий вопрос, он очень важный, это то, что бы не получилось так, что производители техники будут монопольно устанавливать высокую цену, а расплатится в этой ситуации даже не бизнес, а бюджет. Поэтому предлагается одновременно, и правительство тоже с этим согласилось здесь, на самом деле производство этой техники будет осуществляться на основе конкурса. Причем в бюджете должен быть предусмотрен грант победителем этого конкурса, условием которого является цена на эти аппараты. Таким образом, все вопросы, я подчеркиваю, я сейчас не буду рассказывать в деталях, это можно перейти к поправкам, которые ставил перед нами бизнес, те опасения, которые звучали в этом зале при рассмотрении закона в первом чтении, все эти вопросы при подготовке закона ко второму чтению удалось благополучно решить. Я предложил бы перейти к таблице поправок. Переходим к таблицам поправок. Есть ли предложение по вынесению на отдельное голосование поправок из таблицы номер один? Есть? Нет? Да. Голосуем за первую таблицу законопроекта. Прошу включить режим голосования. Прошу показать результат. Принимается таблица номер два. Есть ли поправки, необходимые для вынесения на отдельное голосование? Есть. Прошу включить микрофон депутата Катасонову. Прошу. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Владимирович, 65 поправок было подано по данному законопроекту. Но, учитывая, что Андрей Михайлович у нас торопится, как обычно, к премьеру, у меня просьба. Я их сгруппировал на четыре блока. И сделать четыре, мне дать выступление. И я вам сейчас эти четыре блока вынесу. Итак, блок номер один. Вы записываете? Да, слушаю. 4, 8, 14, 34, 37, 40, 53. Это первый блок. 40 и 53, да? Да. Второй, 5, 13, 18, 19, 21 и 22. Так, дальше. Сейчас уменьшим. Третий блок. 101, 103, 106. Так. И четвертый блок. 39, 50, 81. 50 и 81, да? Хорошо. Есть еще предложение по поправкам с таблицей номер 2? Нет. Тогда ставится на голосование таблица номер 2, за исключением поправок. 4, 8, 14, 34, 37, 40, 53, 5, 13, 18, 19, 21, 22, 101, 103, 106, 30, 39, 50, 81. Прошу включить режим голосования. Прошу включить режим голосования. Прошу включить режим голосования. Прошу показать результат. Принимается. Переходим к обсуждению поправок, вынесенных на отдельное голосование. Было предложение депутата Катасонова сделать 4 выступления по каждому блоку. Одно, правильно? Да, 3 минуты. Итак, по первому блоку поправок прошу вас. Уважаемые коллеги, на самом деле данный закон, он на первый взгляд кажется таким мягким и пушистым. И заключение Андрея Михайловича о том, что пожелания бизнеса общества все были учтены, это не больше, чем, скажем так, прелюдия к тому, чтобы принять закон в том виде, в котором есть. Могу сказать, что бизнес сообщества категорически выступает против принятия данного законопроекта. И вопрос о понятности в данном законопроекте вообще не стоит. Любой закон, он должен быть понятен и прописан. Я не думаю, что это главная заслуга сегодня бюджетного комитета. Вот первый блок поправок у нас, он касается оператора фискальных данных. Сегодня я хочу напомнить, каждый налогоплательщик имеет возможность обратиться либо напрямую в налоговую инспекцию, либо через оператора фискальных данных, но он называется сейчас по-другому, электронного документа оборота. Вот с принятием данного закона, вы представляете, у нас 5,5 миллионов КАС, 5,5 будут работать в режиме онлайн, и все эти данные будут идти вот этому оператору. Вообще возникает вопрос, а что мы хотим в итоге получить? Вот этот вопрос, он остался без ответа. И кто все-таки бенефициар? Государство или посредник? Сегодня мы имеем вот ЭКЛЗ, это те машины, которые нам дают раз в месяц информацию в налоговую. Это информация, которая вообще-то в принципе, она по большому счету нужна только в случае каких-то проверок. Ей налоговая не пользуется. Для чего сегодня мы хотим ввести режим онлайн для кассовых чеков? Вот первое впечатление или первый как бы ответ, спрашивают, это что, ежедневная уплата налогов? Цель-то какая? И как оказывается, с точки зрения государства, никакой цели здесь нет. Никакого увеличения налогов нет. Я обратился с письмом в налоговую инспекцию, потому что у нас был, скажем так, эксперимент в нескольких областях, и спросил, а сколько же получило дополнительно государство в результате вот этого эксперимента? Знаете, что ответила налоговая? Она ответила, а целью не ставилось увеличение сборов налогов. Не ставилось. То есть вот в данном случае, вводя этого оператора фискальных данных, мы должны четко понимать, что бенефициаром вот всей этой свистопляски, которая начнется через полгода, является не государство, а является оператор фискальных данных. Потому что нам нужно будет платить ему теперь не только те, кто сдает НДС, а вообще практически поголовно. Информация дополнительно, которую получат, вообще никому не нужна. С таким же успехом можно сделать сегодня фотографии тех, кто покупает, и в режиме онлайн отправлять. Поэтому вот данными поправками мы предлагаем вообще убрать этого оператора и напрямую направлять в налоговую эти данные. Спасибо. Андрей Михайлович, прошу. Итак, уважаемые коллеги, поскольку поставлено сразу много вопросов, так объясним, зачем нужно. Нужно для двух целей. Первое, с тем, чтобы наличные деньги сразу учитывались государством, именно как наличные деньги, потому что именно здесь возможности злоупотребления, именно здесь уход от налогов, именно здесь все манипуляции, в первую очередь. Второе, это защита потребителя, потому что потребитель, который сегодня очень часто лишен возможности доказать, что он сделал эту покупку, когда он делает это за наличный расчет, на самом деле защищен теперь государством, потому что государство в момент покупки получает информацию о том, что эта покупка совершена. Поэтому это важнейший элемент, важнейший элемент защиты прав потребителей. Кстати, общество прав потребителей тоже было и тоже просило именно об этом, о том самом чеке, о том, каким образом прописать этот режим, чтобы все это было защищено. И это учтено в законе. Теперь по поводу того, кто является бенефициаром. Бенефициаром является государство и граждане, а никакой не оператор. Говорить о том, что мы вводим какого-то оператора, который будет, и давайте сразу отдавать данные в налоговую, это означает только одно, сделать то, чего нигде нет в мире, потому что абсолютно бессмысленно создавать базу данных в органе государства. Этого нигде в мире нет. На самом деле эти данные обрабатываются и передаются. Кстати, у нас именно это принято по всем другим направлениям и великолепно работает. Никаких неутечек, ничего нет, все защищено налоговой тайной, никаких проблем нет. Мы делаем механизмы, когда мы позволяем этот вопрос максимально удешевить для государства в первую очередь и, естественно, для тех, кто будет этим пользоваться. Вот все эти вопросы прописаны в тех поправках, которые приняты. На самом деле, если бы, тут потому что сказали, что я, как всегда, тороплюсь, если бы Сергей Михайлович так не торопился на заседании комитета, когда он сказал, что у него идет важный закон в Комитете по финансовым рынкам, и прослушал все поправки, которые принимали, а не только свои, потому что он сказал, я доложу сейчас свои, а потом уйду и ушел, он бы знал, что все эти вопросы в поправках решены. Но именно это сейчас сделала Государственная Дума, проголосовав за принятые поправки. Так вот, все те вопросы, которые поднимает Сергей Михайлович, решены именно в тех поправках, которые мы только что проголосовали и приняли. Если бы у него было время, и он прочитал их, он не отрывал бы это время у вас сейчас. Мы проголосовали уже эти поправки в том виде, как они есть в таблице принятых поправок. Поправки отклоненные меняют то, что мы уже проголосовали. Предлагаю их отклонить. Кстати, я буду значительно короче в ответах на следующие вопросы, потому что все остальные вопросы точно такие же. Переходим к голосованию по отдельным поправкам. Поправка номер 4 из таблицы отклоненных. Прошу включить режим голосования. Прошу показать результат. Поправка отклоняется. Поправка номер 8 ставится на голосование. Прошу включить режим. Да. Это уже сейчас сделаем. Прошу показать результат. Поправка отклоняется. Прошу включить ускоренный режим голосования. Поправка номер 14. Включите режим голосования. Прошу показать результат. Поправка отклоняется. Поправка 34. Прошу включить режим голосования. Поправка отклоняется. Поправка 37. Поправка отклоняется. Поправка 37 ставится на голосование. Прошу включить режим голосования. Прошу показать результат. Поправка отклоняется. Поправка номер 40. Прошу включить режим голосования. Поправка номер 53. Прошу включить режим голосования. Прошу показать результат. Поправка отклоняется. Поправка номер 53. Прошу включить режим голосования. Поправка отклоняется. Поправка отклоняется. По второму блоку поправок депутат Катасонов. Прошу включить микрофон. Уважаемый Андрей Михайлович, продолжаем дискуссию. Я хочу сказать, что все-таки достаточно сложно за три минуты изложить суть поправок. Но тем не менее я это пытаюсь сделать. И не нужно мне предъявлять претензии, что я где-то что-то недоработал. Вообще-то не надо вводить в заблуждение депутатов. Вы своими поправками ничего не решили из того, что я озвучил, и о том, что требует бизнес. В отношении момента, что везде все это заведено у нас на оператор. Совершенно верно. Мы вчера с вами приняли закон по Платону, по вычету. И определили, что из 19 миллиардов, которые мы собираем по Платону, 9 мы вычитаем, а 9 мы отдаем оператору. Это как раз подтверждает то, о чем я сказал. Что бенефициаром является не государство, а оператор. А вот интересно, вы задумывались о суммах. Вы, к сожалению, не сказали цифры, о которых будет идти речь. Эти цифры сопоставимы со всеми налогами, которые платит сегодня малый бизнес. Вот если мы сегодня об этом говорим, для того, чтобы сегодня, единомоментно, как у вас планируется, перейти на новые кассовые аппараты, нам потребуется больше 100 миллиардов рублей. Если вы сделаете вычет, если вы сделаете вычет, я не знаю, но вы сейчас озвучили, в законе этого нет, значит это будет за счет государства. А если вычета не будет в том объеме, в котором предусмотрено, значит это ляжет опять косвенными платежами на наш малый бизнес. Поэтому вот второй блок поправок, он касается электронной цифровой подписи. Тоже удивительное дело. Значит, то, что касается взаимоотношений между клиентом и банком, то, что касается отчетностей, то, что касается даже криптовалют, у нас везде электронная цифровая подпись принята. С какой стати сегодня нам нужен специальный фискальный блок, который защищен более высоким уровнем, чем электронная цифровая подпись? То есть вот те поправки, которые во втором блоке предусмотрены, они как раз предлагали хоть как-то удешевить этот процесс. То есть взять на вооружение то, что уже в нашей стране отработано и действует. Ну нет, здесь оказывается, кроме оператора фискальных данных, есть еще возможность заработать тем, кто производит этот накопитель. И почему-то мы по всему тексту с упорством достойно лучшего применения пишем, что здесь должно быть более высокий уровень защиты, что для чека, для кассового оказывается недостаточно уровня защиты электронной подписи. И все вот это мы опять перекладываем с вами на наших налогоплательщиков. Я считаю, что вот из опыта работы по всем направлениям наших налогоплательщиков, электронная подпись – это необходимый и достаточный элемент. Ее надо оставить здесь, в фискальном накопителе. Андрей Михайлович, прошу. Спасибо, уважаемые коллеги. Дискуссии не будет, вынуждены огорчить Сергея Михайловича Катасонову. Скажу только, что когда произносится цифра 100 миллиардов, это, конечно, красивая цифра, но даже по тем расчетам, которые были сделаны, эта сумма менее 20, это первое. И второе, именно потому что эта сумма 20, чуть меньше на самом деле, в этом случае предлагается механизм, чтобы налогоплательщики за это не заплатили. Вот он здесь прописан. Но для того, чтобы это знать, надо было сидеть на комитете и слушать эту дискуссию. Так что я не буду повторяться. Спасибо. Переходим к голосованию по отдельным поправкам из таблицы отклоненных. Поправка номер 5. Прошу включить режим голосования. Прошу показать результат. Результат. Поправка отклоняется. Поправка номер 13. Прошу показать результат. Поправка отклоняется. Поправка номер 18. Включить режим голосования. Прошу показать результат. Поправка отклоняется. Поправка номер 19. Включить режим голосования. Прошу показать результат. Поправка отклоняется. Поправка номер 21. Включить режим голосования. Прошу показать результат. Поправка отклоняется. Поправка номер 22. Включить режим голосования. Прошу показать результат. Поправка отклоняется. Сергей Михайлович Катасонов. Обоснование по третьему блоку. Прошу. Третий блок поправок касается новых участников этого веселого процесса. Это те налогоплательщики, 3 миллиона, которые вообще не имеют сегодня кассовых аппаратов. Я хочу напомнить, с каким упорством добивались они, что люди, которые платят по патенту и по ЕНВД, не имеют кассовых аппаратов. Я помню, как президент в 2009 году сказал, да, если вы платите смененного налога, смененного дохода, то кассовый аппарат не нужен. Сегодня, применяя вот этот закон, который вступит в силу, мы с 2018 года всех их заставим иметь эти кассовые аппараты в режиме онлайн. Вот по сути этого спецрежима никак с оборотом не связан тот платеж, который они осуществляют в налоговую инспекцию. Вот та информация, которую они будут онлайн, еще раз говорю, отдавать, ее никто никогда смотреть не будет. А вот к затратам, о которых мы начали спорить, Андрей Михайлович, это, кстати, можно и сейчас рассмотреть, не обязательно на комитете. Мы на комитете это тоже смотрели. Дело в том, что затраты же они складываются не только из ящика, который будет совершенно новый. То есть он должен иметь разъем, который будет связан с интернетом, чего сейчас нет. Он должен совершенно иметь новый накопитель, который функции онлайн имеет. Но самое-то главное, надо же будет платить оператору. За это-то государство не собирается компенсировать. Вы назовите цифры, сколько мы сегодня платим оператору по НДС. А я вам скажу. Вы формулируете 6 тысяч рублей, а реально вы позвоните предприятиям и 12, и 15 тысяч рублей. Это платеж. Еще раз говорю, за 4 раза в год по НДС. За 4 раза. А здесь каждый день будет. Из чего вы решили, что он будет платеж в 3 тысячи рублей в год? Я очень сомневаюсь. Но мы к этому вернемся. Правда, через 5 лет не знаю, кто у нас будет вот в этом зале. Но фракция ЛДПР сегодня говорит, что то, что мы делаем сегодня, это полный маразм. Не нужно для спецрежимов никаких кассовых аппаратов. Еще раз говорю, спецрежим – это вмененный доход. Если вы говорите на комитете мне, у нас же была дискуссия о том, что нужно узнать, а вышли они за пределы вмененного дохода или нет, не нужно считать наших граждан дурнее себя. Они очень четко считают. И сегодня на вмененке кто работает? Как только подходят к размеру предельного оборота, останавливаются. Или вы думаете, это онлайн режим остановит печать и не печать кассового чека? Да это тоже никакого отношения не имеет к онлайн. Все, что здесь сегодня вы предлагаете для малого бизнеса, это двойное налогообложение мимо бюджета. Так для кого мы это делаем? Андрей Михайлович, прошу. Спасибо, уважаемые коллеги. Я хотел бы извиниться за выступление Сергея Михайловича перед кафедрой, извините, не кафедрой, а фракцией ЛДПР. Потому что я думаю, что фракция в ряде согласится со словами, что все, что мы здесь делаем, полный маразм. Я так понимаю, сейчас, поскольку были слова от имени фракции, я еще раз говорю, я хотел бы извиниться. Я надеюсь, что Сергей Михайлович не хотел фракцию обидеть. Это первое. Теперь по поводу того, что было сказано. 2018 год. Я напомню, почему было решение о том, что не надо кассовые аппараты вводить для ЕНВД. Да потому что он 2018 года должен был прекратить свое существование. И мы с вами здесь принимали решение, несмотря на сопротивление очень многих сил о том, что ЕНВД будет существовать. Мы сохраняем его действия. И когда президент говорил об этом, если мы ликвидируем ЕНВД, зачем в этой ситуации заставлять на последние годы создавать кассовые аппараты? Еще раз говорю, у нас реальная ситуация, когда поставлена задача президентам взять под контроль наличные средства. Я не буду сейчас продолжать рассказывать, для чего это нужно. Здесь в зале сидят прекрасные люди. Я надеюсь, те, кто придут сюда и через 5 лет, и те, кто сюда придут через 4 месяца, будут это знать, Сергей Михайлович. Поэтому еще раз говорю, в данном случае в ответы на все вопросы уже даны, я хотел бы еще раз сказать, все вопросы, которые были заданы, и все поправки, которые выносятся, решены в тех поправках, которые приняты в первом чтении. Для этого их достаточно просто прочитать. Спасибо. Спасибо. Переходим к голосованию по отдельным поправкам из таблицы отклоненных. Поправка 101. Прошу включить режим голосования. Прошу показать результат. Поправка отклоняется. Поправка 103. Прошу включить режим голосования. Прошу показать результат. Поправка отклоняется. Поправка 106. Прошу включить режим голосования. Поправка отклоняется. Сергей Михайлович Катасонов об основании 4-го блока. Прошу. Андрей Михайлович, я все время слушаю вашу формулировку о том, что все эти вопросы решены предыдущими поправками. Я никак не могу понять, о чем мы говорим. Эти вопросы не решены. Если бы они были решены, зачем были бы мои поправки и отклонялись бы. Теперь переходим к 4-му блоку. У нас установлен срок, когда все это сумасшествие начнется для предпринимателей. И это начинается через полгода. Вообще-то мы не раз принимали законы и меняли кассовые аппараты. И всегда в законах федеральных было написано до истечения срока службы. То есть кассовый аппарат отслужил свой норматив, например, 7 лет. Через 7 лет мы не можем поставить его без режима онлайна, о котором вы говорите. Сейчас то, что вы предлагаете, единомоментно с февраля 2017 года, все кассовые аппараты должны быть выкинуты. Выкинуты. И срок до 1 июля 2017 года, это полгода. Я вам хочу сказать, сколько у нас производят кассовых аппаратов. Вы знаете, Андрей Михайлович? Их производят максимум 100 тысяч в месяц. Максимум. То есть у нас за полгода поставить 2,5 миллиона кассовых аппаратов, это те, которые сегодня работают предприниматели на кассах, их вообще физически нельзя. А еще через полгода, с 2018, мы должны будем еще 3 миллиона аппаратов поставить. Для ИПшников. Вот вы говорите про НВД. Это же не только НВД, это и ИП. Они тоже работают сегодня по фактически вмененному доходу. Они тоже будут ставить кассовые аппараты. Поэтому вот мне непонятно, а к чему такая спешка? Почему всегда раньше, когда мы вводили новые требования к кассовым аппаратам, мы разрешали доработать на старых? Сегодня мы делаем это в течение полугода. Сейчас начнется просто сумасшествие, потому что вот к нам тоже приходили, люди не понимали, а какие требования к этим кассовым аппаратам? Кто их начнет делать? Вот ту информацию в режиме онлайн, которую будет получать, особенно для спецрежимов, 3 миллиона наших налогоплательщиков, она никогда никому не понадобится. Вы же знаете, что мы сейчас ежемесячно сдаем ЭКЛЗ в налоговую инспекцию. Ее тоже там никто никогда не смотрит. Я вам даже скажу больше. Если человек по какой-то причине хочет скрыть факт печати чека, то и в ЭКЛЗ этого не будет. То есть вот нагромождение этой сложной машины, 5 миллионов кассовых аппаратов, ведь очень просто это считается. Я даже не беру железо. Вы возьмите, это услуга связи, это 3000 минимум в год, и услуги оператора, это 10 тысяч. Вы умножите 5 миллионов кассовых аппаратов на услуги без железа, и получается 100 миллиардов. Я не пойму, кто их заплатит. У нас сегодня весь малый бизнес платит примерно в этом же размере. Но зачем вы это делаете, объясните, непонятно. Андрей Михайлович, прошу. Итак, коллеги, еще раз. Я хочу напомнить просто, как при первом чтении, когда мы рассматривали бюджет вот в этом зале, я передавал приглашение для всех депутатов, приглашение Михаила Владимировича Мишустина, руководителя налоговой службы, который приглашал всех прийти в налоговую службу и посмотреть, как этот механизм работает сегодня в рамках двухлетнего, я подчеркиваю, двухлетнего эксперимента, который проходил на самых разных категориях плательщиков, от крупных до самых мелких. Естественно, это было абсолютно по желанию. И я приглашал всех депутатов в зале, кстати, и всех членов комитета по бюджету, тоже передавал это приглашение прийти и посмотреть. Кто-то пришел и посмотрел, и увидел. Наверное, поэтому у них не возникает вопрос. Я хотел бы показать. Вот этот телефон, ровно как и любой другой, он может быть этим инструментом. Весь смысл в том, что ничего приобретать не надо. Проблема-то в том как раз и есть, что эксперимент позволил нам решать вопросы о том, что здесь необходим. Только накопитель. Накопитель информации. Еще раз говорю, поэтому любая действующая... Покажите человеку, у которого сегодня нет мобильного телефона. И вот мы хотели показать, чтобы люди своими глазами увидели это, как это работает. Не как это будет работать, то, что нам говорят, кошмар придет, гипс снимают, клиент уезжает, все пропало. А чтобы люди своими глазами увидели, как это работает сейчас. И тогда не было бы вот этих вопросов. Но ведь сходить, посмотреть, тогда не будет возможности здесь выступить и сказать, что гипс снимают. Понимаете? И вот поэтому я еще раз хотел бы обратить внимание. Наверное, все-таки мы должны быть чуть-чуть более ответственно подходить, когда мы говорим о том, что будет. Еще раз говорю. И я хотел бы вот здесь сидеть заместитель руководителя налоговой службы. Ну давайте просто, в конце концов, он теперь пригласит всех депутатов Государственной Думы, независимо от фракции, просто посходить и увидеть, как это работает. Наверное, просто мое приглашение показалось недостаточно весомым. Вот единственное, что мне хотелось сказать, поскольку с точки зрения поправки, она объясняется тем, что, когда вот был абсолютно правильно задан вопрос, зачем я здесь делаю эти поправки, говорит Сергей Михайлович. Просто вывод он делает, что значит не учтено. Нет, мы учли, только мы сделали так, чтобы это работало. Они превратили это в первомайский лозунг, который не имеет никакого отношения к действительности. Речь идет совершенно о другом, коллеги. Гораздо... Нет, вот я делаю поправку. Извините, Николай Васильевич. Вы первомайские лозунги снимаю. Это какие-то другие лозунги. Договорились. Так вот, я как раз хотел бы другое. Я хотел бы воспользоваться временем, чтобы когда мы будем сейчас выносить это на голосование, пока здесь присутствует заместитель министра финансов, чтобы он подтвердил нашу договоренность с правительством по поводу того проекта постановления, который предлагается к этому закону. Потому что именно этим проектом постановления мы снимаем нагрузку с бизнеса. Вот это гораздо важнее, чем рассматривать то, что вы здесь слышали. Спасибо. Но, тем не менее, действуем по регламенту. Переходим к голосованию по отдельным поправкам из таблицы отклоненных. 39-я поправка. Прошу включить режим голосования. Покажите результат. Поправка отклоняется. Поправка 50. Прошу включить режим голосования. Прошу показать результат. Поправка отклоняется. Поправка 81. Прошу включить режим голосования. Прошу показать результат. Поправка отклоняется. Мы рассмотрели все поправки. Законопроект вносится на час голосования. Переходим. Хорошо, прошу. Прошу. Спасибо. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые депутаты, действительно, мы обсуждали способы компенсации затрат предпринимателей на приобретение новой контрольно-кассовой техники, которую они понесут, начиная с 1 июля 2018 года, то есть именно те, кто сейчас в условиях действующего законодательства не обязан ее применять. И мы договорились, что компенсация этих затрат, чтобы это не было за счет бизнеса, будет состоять из нескольких компонентов. Первый – это налоговый, то есть вычет из сумм тех налогов, которые они должны уплачивать в соответствии со своими специальными режимами. Это единый налог на вмененный доход и патентная система. Второе – это компенсация тех выпадающих доходов, которые понесут консолидированные бюджеты субъектов, то есть собственные бюджеты субъектов и бюджеты муниципальных образований. Это будет учтено при распределении соответствующих дотаций. И третье – это, соответственно, гранты, чтобы обеспечить приемлемый уровень цен. Спасибо. Двадцатый вопрос в повестке дня. Проекция федерального закона номер 104-08-02-6 о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное социально-медицинское страхование. Андрей Михайлович Макаров, прошу. Спасибо, коллеги. Поступило 30 поправок, 6 комитет предлагает принять, 24 предлагает отклонить. Все решения, которые закладывались в решении Государственной Думы при принятии в первом чтении, выполнены. Переходим к рассмотрению таблиц. Таблица номер 1. Есть необходимость вносить какие-то поправки на отдельное голосование? Нет. Ставится таблица номер 1 на голосование. Прошу включить режим голосования. Прошу показать результат. Таблица принимается. По таблице номер 2 есть необходимость вносить какие-то поправки на отдельное голосование? Нет. Прошу поставить на голосование таблицу номер 2. Включите режим голосования. Прошу показать результат. Таблица принимается. Законопроект вносит на час голосования. Законопроект номер 20, пункт поездки 21. Проект федерального закона номер 104.07.75-6 о внесении изменений в статье 46 и 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с принятием федерального закона о внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых износов на обязательное пенсионное и социально-медицинское страхование. Андрей Михайлович Макаров, прошу. Коллеги, это пакет законов, состоящий из трех законов. Поэтому мне остается только сказать, что внесено 6 поправок, 4 рекомендованы к принятию, 2 к отклонению. Это все решение первого чтения. Приходим к рассмотрению таблицы. Таблица номер 1. Есть необходимость какие-то поправки вносить на отдельное голосование? Нет. Таблица номер 1 ставится на голосование. Прошу включить режим. Прошу показать результат. Таблица принимается. Прошу по второй таблице. Есть необходимость какие-то поправки вносить на отдельное голосование? Нет. Таблица номер 2 ставится на голосование. Прошу включить режим голосования. Да, конечно. Прошу показать результат. Таблица принимается. Законопроект вносит на час голосования. Уважаемые коллеги, я предлагаю 22 и 23 вопросы рассмотреть до перерыва и продлить для этого время. Нет возражений? 22 пункт повестки дня о проекте федерального закона номер 104-07-99-6 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признание утратившими силы отдельных законодательных актов положений, законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона о внесении изменений в части 1-2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых износов на обязательное пенсионное и социально-медицинское страхование. Андрей Михайлович Макаров, прошу. Третий законопроект из проекта. Приняты все решения, рекомендованные первому чтению. 7 поправок рекомендованы к принятию. 17 к отклонению. Таблица номер 1. Есть ли необходимо вы сносить на отдельное голосование? Нет. Таблица номер 1 ставится на голосование. Прошу включить режим голосования. Прошу показать результат. Таблица принимается. Таблица номер 2. Есть необходимость какие-то поправки вносить на отдельное голосование? Нет. Прошу включить голосование по таблице номер 2. Да. Да, конечно. Покажите результат. Таблица принимается. Законопроект наносится на час голосования. 23-й законопроект, 23-й пункт повестки дня. Законопроект номер 100, 98, 23, 36. О внесении изменений в часть 1-го налогового кодекса Российской Федерации. Андрей Михайлович Макаров, прошу. Дорогие коллеги, 11 поправок поступили. Все они рекомендуются к принятию. Единственное, что хотел добавить. Все они состоят всего из двух направлений. Первое. Дать возможность физическим лицам получать отсрочки по уплату налогом. То, что сегодня фактически они лишены из-за отсутствия механизма. И второе. Создать механизм проверки консолидированных групп налогоплательщиков. Вы знаете, сколько мы это обсуждали. Мы создаем механизм, как это можно проверять, чтобы регионы получили все-таки дополнительные деньги. Все 11 поправок предлагаются к принятию. Спасибо. Таблица номер 1. Есть необходимость какие-то поправки уносить на отдельное голосование? Нет. Таблица номер 1 ставится на голосование. Прошу включить режим. Прошу показать результат. Таблица принимается. Законопроект вносится на час голосования. Объявляю перерыв до 12 часов 30 минут. Спасибо. Спасибо.